Губернатор Тверской области Игорь Рудене, полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев в пятницу с рабочим визитом посетили Ржев и Старицу. Высокие гости осмотрели Ржевский мемориал советскому солдату, набережную на месте старого городища, а также побывали в знаменитом Старицком Свято-Успенском монастыре, где делегацию встречала и сопровождала по знаковым местам города съемочная группа нашего телеканала. А все подробности в материале Никиты Васильева. Колокольным звоном встретил главу региона Игоря Рудению и полпреда президента страны Игоря Щеголева Старицкий Свято-Успенский монастырь. Основанный в начале 12 века, в этом году обители исполнилось 910 лет. На сегодняшний день объект является одним из наиболее популярных мест у туристов, приезжающих в Тверскую область. На его территории располагается один из древнейших русских храмов. Это Успенский собор, который был заложен в 1519 году. Надо сказать, что он своей архитектурой напоминает Успенский собор Московского Кремля. Совершенно не случайно, потому что отец Андрея Старицкого, это великий князь Иван III, был устроителем как раз Успенского собора. Также здесь уникальный храм, введение Божьей Матери с трапезной. Это дар Ивана Грозного нашему монастырю. И разница между двумя храмами всего лишь 50 лет. Наиболее живописный вид на Свято-Успенский монастырь с его величественными соборами открывается с городской набережной на месте так называемого Старого Городища, древней крепости, заложенной много веков назад. В этом году территория набережной была благоустроена по проекту победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь были установлены объекты малых архитектурных форм, обустроена пешеходная зона, обновлены элементы освещения и проведены другие работы. Это федеральный проект. Сумма проекта общая порядка 40 миллионов рублей. 3,5 миллиона пошло на проектирование и 36,5 миллиона пошло на реализацию данного проекта, в который входит благоустройство набережной. Это светильники, это автопокрытие, это две стоянки, каждая стоянка на 40 мест. Это и брусчатка подъем наверх, это благоустройство Борисоглебского собора в виде площади, это и беседки из белого камня. Вот на это и пошли все эти средства. Средства освоены вовремя, в срок, в полном объеме, контракт был выполнен в срок. Еще один важный объект с точки зрения привлечения на Старистскую землю туристов – музей русской печи. Основан он был совсем недавно, в 2019 году. Однако уже полюбился гостям Тверской области. Игорь Рудене и Игорь Щеголев осмотрели представленные в музее экспонаты крестьянского быта. Их более 500 – это самовары, посуда, веретёна, изделия ручной работы, сельскохозяйственные инструменты и многое другое. Но главный, центральный элемент музея – настоящая русская печь. Конечно, когда приходят к нам посетители, мы стараемся встречать их вот таким вот огнём и очень интересным рассказом про печь, про традиции, про её устройство. Как считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, сегодня такие города, как Старица или Ржев – это динамично развивающиеся центры туризма Верхневолжья. Даже несмотря на сложность с точки зрения развития туристской отрасли год, поток туристов в муниципалитете серьёзно не уменьшился. А появление новых социальных и культурных объектов и туристических маршрутов позволит в будущем ещё больше повысить популярность муниципалитетов у жителей нашей страны и гостей из-за рубежа, отмечают в правительстве Тверской области.